В 2002 году в учебниках биологии Джорджии была размещена закладка. На этой закладке было написано, что в этом учебнике содержится информация о теории эволюции. Эволюция не является фактом, это теория о происхождении живых существ. К этим материалам следует подходить непредвзято, тщательно изучать и критически рассматривать. Знаете ли вы, что если последовать совету этой закладки и рассмотреть свидетельства в пользу эволюции непредвзято, изучить тщательно и рассмотреть критически, то можно обнаружить, что эти доказательства не поддерживают эволюцию. Вот шесть предполагаемых свидетельств в пользу эволюции, которые просто не являются хорошими причинами верить в нее. Номер один. Рудиментарные органы. В 1865 году немецкий анатом по имени Роберт Видерхайм сказал, что он обнаружил 185 различных бесполезных или почти бесполезных органов тела. Он сказал, что это является доказательством эволюции. Суть аргумента состоит в том, что если люди эволюционировали, то значит у них должны быть органы, которые животные использовали определенным образом, но теперь уже они не используются таким же самым образом в теле человека, и эти органы начнут атрофироваться и станут бесполезными. Проблема с этой идеей состоит в том, что существует две причины, по которым она не может доказывать эволюцию. Первое. Если бы у вас и были рудиментарные органы в теле, то это не доказало бы эволюцию. Эволюция должна происходить от одноклеточного организма к человеку, и для доказательства этого не подходят атрофирующиеся органы. Ведь нужно, чтобы эволюция производила новые органы. Мы должны находить крылья, которые почти позволяют организму летать, но которые все еще не способен летать. Мы должны находить новые визуальные оптические соединения в живых организмах, у которых их не было. Мы должны наблюдать, как информация в ДНК добавляется, а не теряется. И вторая проблема с аргументом от рудиментарных структур состоит в том, что список из 185 рудиментарных органов начал сокращаться очень быстро вместе с более детальным изучением этих органов. Сначала их стало 180, затем 175, и так далее. Знаете ли вы, что чем больше мы всматриваемся в тело, то тем более мы осознаем, что эти рудиментарные органы очень полезны. Некоторые из них очень полезны. Номер два. Гомология. Говорят, что общие сходства доказывают происхождение от общего предка. Я имею в виду, что из-за того, что у людей есть определенные схожие черты, то это доказывает эволюцию. Но сходство не доказывает эволюцию. На самом деле, сходство можно объяснить наличием Творца. Предположим, что существует сверхъестественный Творец, и он создал мир, в котором многие организмы должны были бы пить ту же воду, питаться подобной пищей, ходить по подобным поверхностям, то что следовало бы ожидать. Ясно, что он использовал бы подобие в строении, чтобы достичь своей цели. Сходство не доказывает предковую общность. Сходство лучше подтверждает Творца. Предполагаемое доказательство эволюции номер три — это летопись окаменелостей. Говорят, что в летописи окаменелостей можно обнаружить свидетельство эволюции организмов на протяжении миллионов лет. Предположительно, можно обнаружить переходные формы, подтверждающие, что одно животное эволюционировало в другое. Но если рассмотреть это всерьез и обратиться к летописи окаменелостей, то окажется, что эти переходные формы отсутствуют в глобальных масштабах. Эволюционист Марк Ридли сказал, «Ни один истинный эволюционист, будь то градуалист или пунктуалист, не использует летопись окаменелости в подтверждении эволюционной теории в противовес сотворению». Почему он это говорит? Потому что если посмотреть на летопись окаменелостей, то можно увидеть, что организмы появляются в летописи окаменелостей уже полностью сформированными. Мы обнаруживаем так называемый стазис, когда они не изменяются, и затем они исчезают из летописи окаменелостей, не эволюционируя во что-то еще. Именно это предсказывает модель сотворения. Номер четыре. Мутации. Говорят, что мутации доказывают, что одноклеточный организм может мутировать на протяжении миллионов лет и накопить новую информацию в большом количестве, вследствие чего появится человек. Какие проблемы у подобного мышления? Проблемы в том, что мутации не дают нам новую информацию. Мутации могут использовать только доступную информацию и приводить к разрушению информации. Мутации — это пример потери генетической информации. Позвольте привести пример. За последние сто лет или более ученые исследовали плодовых мушек. Это отличный пример действия мутации. Этих мушек облучали радиацией, вызывали мутации химическим путем на протяжении более ста лет. Они очень цены для исследований, потому что можно вывести новое поколение каждые 14 дней. За эти сто лет мы получили эквивалент мутаций, равный миллионам лет эволюционного времени. И после всех этих облучений и мутаций, эволюционировала ли плодовая мушка новую информацию? Нет. Мушка не эволюционировала во что-то другое. Мутации не доказывают эволюцию. Этот процесс не сможет превратить одноклеточный организм в человека. Номер пять. Березовые пяденицы. Говорят, что березовые пяденицы представляют пример эволюции в действии. До индустриальной революции было два вида этих пядениц. Одна темная и другая светлая. Но количество светлых было намного больше, чем темных. Но после индустриальной революции темных пядениц стало больше, чем светлых. И предположительно, это связано с тем, что птицы видели бы светлых пядениц, и это якобы был пример естественного отбора в действии. Проблема здесь в том, что, во-первых, многие картинки оказались подделками, потому что березовые пяденицы редко сидят на стволах деревьев, и потому вся эта идея не работает. Но вторая проблема состояла в том, что до индустриальной революции генетическая информация в ДНК березовых пядениц уже включала в себе разнообразие двух типов, то есть темные и светлые цвета. И после этого осталась та же самая генетическая информация. Березовые пяденицы не доказывают эволюцию. И номер шесть. Эволюция лошади. В учебниках по биологии можно увидеть эволюцию лошади как доказательство того, что эволюция на самом деле происходит. Можно увидеть фото очень маленького животного размером с лесу, эволюционирующего в современную лошадь. Этот сценарий придуман. Это подделка. Более пятидесяти лет тому назад доктор Джордж Гарольд Симпсон сказал, что последовательные изменения геракотерии в лошадиных, являющиеся излюбленным примером авторов учебников, на самом деле никогда не происходило в природе. Информация, представленная нам как доказательство истинности эволюции, на самом деле вовсе не доказательство. Если мы рассмотрим эту информацию не предвзято, исследуем ее тщательно и критически рассмотрим ее, то увидим, что вначале Бог сотворил все, а эволюция не происходила вовсе.